Добрый день, друзья! В этом видео я хотел показать один из способов ведения работы на текстурном масле. Здесь будет показан всего лишь один из способов. Многие спрашивают, почему долго не сохнет. Вот заодно и объясню, почему не сохнет, как сделать, чтобы оно сохло нормально. Сохнет оно нормально. Все это в процессе работы. Несложный какой-нибудь пейзажик, на его основе все это я и проговорил. Так вот, да, сразу начну про скорость высыхания. Небольшой такой ликбез. Само по себе масло текстурное, посмотрите обязательно видео про этот материал, ссылки в описании, оно действительно сохнет не очень быстро. Здесь просто масло, диоксид кремния и все. Диоксид кремния не способствует высыханию, он не убыстряет его. По сути, это масло. И оно высохнет ровно так же, как бы высохла вот такая капелька масла. Например, вот это у нас льняное масло, вот это один к одному с подсолнечником, вот это у нас подсолнечник. Точно с такой же скоростью высох бы этот мазочек, будь это просто масло, ну то есть достаточно долго. Подсолнечное масло еще дольше один к одному, чистое подсолнечное вообще дольше. Но он тоже высыхает, но очень не скоро. В толстом слое, если тут что-то мешать такими мазками делать, это будет сохнуть месяцами, без дополнительного введения секативов. Секативы, спойлер такой, я может забуду про это сказать, не советую в обычную живопись. Почему? Поскольку, во-первых, ну, прежде всего, они очень токсичны все. Токсичны, это раз, очень темнят живопись. Некоторые синие есть, некоторые коричневые, то есть в темные краски только добавляют. Светлую живопись они губят. Вот, плюс трескается, если там немножко не соблюсти технологию, немножко больше поверхности на секативах трескаются, и реставраторы ругаются вовсю, что это убийство живописи. Ну, то есть они ведут себя очень плохо. Вот. Лучший секатив – это время. Если он у вас есть, пользуйтесь чисто временем. То есть я к тому, что если очень пастозно писать очень пастозную живопись от пяти миллиметров и больше толщины мазка, это рассчитывайте на до месяца и более высыхание. Особенно зимой. Вот сейчас у нас зима, я знаю, что будет сухнуть. Но вполне себе разумное время. Вот, например, я писал лошадку. Сегодня у нас понедельник, в прошлый понедельник я ее набрал. Вот здесь очень много, но мазки здесь разумные, разумной толщины. Ну, я не знаю, как померить, ну, максимум три миллиметра, максимум два, в основном два миллиметра, миллиметр два. Это вполне себе такая живопись, ну, объемная. Вот мазки, вот они. Вполне уже схватилось. Особенно где коричневый. Я про коричневый буду сейчас останавливаться, про земляные краски. Они очень сильно влияют на скорость высыхания. Это они являются природным секативом, то есть они не химические, какой-то вот этот кобальт или кадмио токсичны, а это такой естественный секатив, который при добавлении в краски очень сильно ускоряет сушку. Вот этим мы будем тоже пользоваться. Вот, то есть где введена вот эта коричневая краска, вы знаете, краски коричневые сохнут очень быстро. Натуральные Марсы, натуральные Умбры, Сиены, они очень быстро сохнут. Так вот, вот все здесь подсохло уже. Ну, так оно еще нежненькое, но вот, может, вот где-то в каком-то месте чистое масло. Просто чистое, без краски. Вот оно еще чувствуется, немножко не схватилось. Здесь масло один к одному. Лен подсолнечник 50 на 50. Вот. Даже там, где белило, вот здесь вот видно, наверное, на отблесках, вот здесь, наверное, до миллиметра, до двух, даже белило, подсохли, высохли за неделю. Вот здесь, по-моему, окись хрома было много, вот ее здесь немножко коричневого. Тоже очень толстые мазки, тоже все подсохло. Вот. Ягтом, но это разумные мазки, разумной толщины. Если их делать по-помощнее, повторюсь, рассчитывайте на сушку. Летом будет быстро сухнуть, быстрее, раза в два примерно. Зимой подольше. Вот. Тоже маленькое такое отступление. Добавление лака сюда не спасает ситуацию. Пленочка покрывается немножко, но внутри мягкое все равно. То есть, я не добавляю. Я делал тесты, можете глянуть на моем Бусте-канале, там есть тесты, какие-то там, полное видео. То есть, добавление лака, кроме запаха, ничего не дает. То есть, не знаю почему, но вот, сохнет она сама по себе. Вот. Что еще важно отметить? Грунт. Если вы пишете на дышащих грунтах, вот это акриловый грунт, по-моему, да, акриловый, сохнет быстрее, поскольку он является дышащим, как бы краска сохнет с двух сторон. Вот. Это тоже нужно отмечать. Если вы пишете на чем-то там, не знаю, на стекле, на каком-то, на масляных грунтах, все это сохнуть будет дольше, поскольку сушка будет с одной стороны. Кислород в краску будет окисляться с одной стороны, с лицевой. Даже эмульсионные грунты, я не проверял, но, скорее всего, тоже будут немножко уменьшать, удлинять, точнее, время сушки работы. Что еще сказать? Дописки. Если вы дописываете какую-нибудь работу, уже которая покрыта маслом, вы решили пастозно дописать, тоже рассчитывайте на то, что одна сторона не дышит, то есть масло, кислород не очень через нее проникает, тоже рассчитывайте на немножко увеличенное время сушки. А вообще сделайте пару выкрасок, если будете делать этот материал, это суперматериал. Сделайте, чтобы понять, как он работает, на какую скорость рассчитывать. А вообще советую писать разумно, то есть разумной толщиной, не декоративкой. Декоративка – это очень объемная живопись, оно сохнет. Вот я покажу. Вот краска. Месяца три прошло, пленочкой покрылась, но внутри, я знаю, если я сейчас мазну, там поднимется масло. Но здесь нет коричневых, это просто один к одному вот этот текстуратор лен-подсолнечник и немножко кораевской голубой. Кораевская голубая сохнет долго, поэтому вот это сохнет долго будет. Это тест у меня на усадку. Усадку не дает, кстати. Краска не трескается, не дает усадке. Не краска, а масло текстурное. Хороший материал. Повторюсь, если вы купите нормальный, правильный диоксид кремния, не какой-то там, я не знаю, народ покупает, потом в видео пишет, не сохнет, трескается, мутнеет, желтеет, не знаю, покупают пищевое. У меня на Бусте есть ссылка на пару предприятий, которые делают именно, то есть не делают, а продают именно тот, который нужен, который нам подходит. Переходите по ссылке в Бусте, покупайте то, что нужно, то, что вас не подведет, а не делайте экспериментов с какими-то пищевыми диоксидами кремния и так далее. Все это не годится. То, что может что-то забуду сказать, под видео будет важно и отмечено. А на самом деле вся информация по вот этому материалу у меня на Бусте есть, более расширенная. Так вот, ладно, приступаем к работе. Что нужно? Прежде всего, желательно, если мы хотим быстрого высыхания до недели, зимой, а летом до трех дней, до двух дней. Вот я повторюсь, я где-то уже показывал, но вот меня даже удивило. Вот эту я писал в летнее время, в летнее время работу. Было тепло. Здесь полно этого масла, но также в разумных мазках, до двух миллиметров, да, миллиметра два. Высохло все на следующее утро, все теневые высохли, небо высохло, здесь подкладка была коричневая. Кое-где, может, в самых таких выпуклых местах, пастузных, извините, было немножко свежо, и то уже к вечеру подсохло. То есть, вот сутки и работа, вот такая вот, достаточно объемная, сутки, но двое, она уже готова была к покрытию акриловым лаком. Так вот, берем для начала имприматуру коричневую. Коричневую марсы, что это у меня здесь, помню, вот так. Вот марс коричневый, темно-прозрачный, хорошая краска. Сейчас мы сделаем имприматуру покрывную, сплошную. На чистом разбавителе, на чем вы там пишете, на вальцепирите, пенене, чтобы он выветрился, чтобы не было маслянистости. Например, на тройнике, если это делать, или на масле, будет такая маслянистость, потом мешать будет работе. Что я сейчас сделал? Во-первых, объединил работу, легче писать будет. Какие-то незакрашенные места они будут фальшивить. Но для чего в данном случае? Для того, чтобы маски и краски, если текстурное масло мы будем делать, они будут немножко поднимать вот этот секатив, как я уже сказал, такой естественный. И это тоже скажется на немножко, но скажется на скорость высыхания. Потом, сейчас я камеру немножко по-другому поставлю. Теперь делаем какой-нибудь рисунок, кому какой нужен. Мне нужно прихожую фиолетовое пятно. Нарисую какую-нибудь лаванду, что ли. Дерево, сосну какую-нибудь. Теперь тоже очень полезно забросать вот это все коричнево, сделать тональный подмалевок. Также на разбавителе, тем же Марсом, без масла. Вот там, где теневые. Результат у вас на экране, вы уже видите, что получилось. Я пока понятия не имею, что у меня там получится. Вот так, по теневым. Это тоже очень сильно помогает. Оно отнимает немного времени, вот такой тональный рисунок, но уж больно помогает. Очень советую сейчас не про масло, а так вот. Не ленитесь делать имприматорку легенькую, не очень темную. И тональный рисунок в один цвет. Очень сильно помогает. Не обязательно цветную имприматуру. Это долго, сложно. Вот это действительно и не всегда нужно. Хотя бы тонально. Несколько акустиков. Чем дальше, тем слабее вот эти тональности, знаете. Вот и все, две минуты. А поможет нам чрезвычайно. Вот такой вот тональный рисунок. Особенно в портрете. В портретах очень помогает. Вот такой тональный разбор. Так, все. И можно теперь приступать к живописи. Краски текут. Так, теперь вот, кстати, краски текут. Вот Cadmi натуральный мастер-класс оранжевый можно сразу загустить. По поводу густоты красок масла текстурного. Вот оно, кстати, одновременно является загустителем к мягким краскам. Вот я добавил процентов 30 текстурного масла, и оно сразу стало нормально густым от того, что текло. Вот видели? Все, выделяется масло в наших красках российских. Вот. Сейчас уже вот этой краской можно работать. Можно сделать ее еще гуще. Можно диоксида кремния туда не масла, а именно диоксида кремния немножко добавить, оно сразу загустеет. Вот. По поводу густоты краски, густоты масла текстурного. Для классической живописи делайте как можно гуще. Ну, не так, чтобы совсем уж глина была, что кисть нельзя провернуть, но гуще, чем белила. Ну, или сопоставимая с белилами, или немножко гуще. Так, чтобы мягкая краска, мягкая кисть едва справлялась, трудная была, то есть чувствительно вот так вот было. Жесткая кисть справлялась легко. Вот это вот оптимальная для работы, я заметил. Раньше я немножко на более мягких работал маслах, вот этих текстурных, сейчас сделал погуще и понял, что это лучше работать именно так. Почему? Потому что при работе не возникает такой маслянистости, совсем уж такая. Вот когда ты вводишь, особенно на среднем этапе, текстурное масло в работу, работа становится, я еще, наверное, обращу на это внимание, если вспомню, она такой маслянистая становится, трудно детали вписывать. Когда ты работаешь вот с таким густым материалом, этот эффект пропадает. Более того, по вот этому густому, по густым мазкам вот этого масла, будь мы набрали что-нибудь густое, такое выпуклое, мы можем тут же по этому сырому маслу, разбавленной красочкой, сделать детали, не поднимая нижний, вот этот нижний густой пластилин, но нижнюю массу вот этого, вот этой текстуры, текстурного масла, окрашенного. Вот. Так, теперь тоненько делаем рисунок, то есть саму живопись тонко, без масла, масло пока не трогаем. То есть у нас принцип такой, вот сейчас подмалевок, рисунок в тоне, теперь делаем тоненько, тонко на разбавителях, ну, как вы привыкли обычно, тонкой живописью рисунок. Масло будем вводить потом, то есть когда мы нарисуем полностью, закроем пятнами, только потом будем вводить масло. Я, наверное, чтобы не затягивать фильм, отключусь, отключусь, когда я это сделаю. Тонко, вот повторюсь, так перекрываем, лишь бы было перекрыто, лишь бы было закрыто. Ну так, до разумного предела не так, что растираем совсем уж, что там холст светится. Так, так, чтобы холст был перекрыт хорошо. Да, забыл сказать, вот для чего я выдавил все три масла. Работать можно, но вот в этом масле вполне, но оно немножко коричневее, чисто льняное уплотненное номер два. Знаете, посмотрите видео, там я про это более подробно говорю, то есть такой коричневой, так называемый галерейный оттенок может появиться. Для светлых красок нежелательно писать на уплотненки, на вот этой. Лучше писать на один к одному. Этот эффект уплотненки тогда, ну, минимальным становится. эффект галерейный такой, легкой коричневизны. Ну и то, это зависит, какое количество краски, какое количество масла в процентном отношении. Если мы пишем, например, берем вот хоть даже чистое вот это вот масло, а сюда вводим большое количество краски, ну, что тут вот сиены в виду, например, процентов 20 и выше какой-нибудь, ну, 15 процентов, уже вот этого эффекта галерейного, уже и он просто не почувствуется. Если какие-то светлые мазочки, светлые, нежные, где мало краски, цветной вот в этом масле, тогда этот галерейный оттенок может быть заметен в работе со временем. Ну, это, во-первых, особо никогда работу не портило, легкая такая коричневатость, легкая. Но каким-то особым светлым техникам, например, светлым холодным работам может это не подойти. Так что вот это, обращайте внимание на это. Вот светлые, нежные краски холодных оттенков лучше брать на один к одному. Вот. А для чего здесь чисто подсолнечное текстурное масло? Оно здесь не для работы, оно для мытья кисти, для мытья кистей. Вот. Мне нужно… Я не хочу дышать, сейчас зима с какими-то разбавителями, ну, кроме как текстуры вот эти вот смазывать, то есть это имприматура. Вот я спокойно, масло, как вы знаете, прекрасно отмывает, масло прекрасно разбавляет краски, соответственно, отмывает неплохо, не хуже, там, какого-нибудь white spirit, ну, может, не такое активно, но отмывает хорошо. Вот я взял, отжал пару раз, все, вот у меня чистая, вот видите, по маслу, вот она, практически чистая кисть. И отжав ее, так, ну, вот я отжал, выдернул кисточку, ну, поняли, отжав ее, я могу брать другой цвет, другого ряда оттенок без вот этого коричневого. То есть чисто можно утилитарно, вот в таком плане использовать это масло. Оно совсем дешевое, ну, то есть масло совсем ничего не стоит, ну, немножко тут дорогой вот этот, может быть, диоксид кремния аверосил, но это недорогой. Ну, по крайней мере, вы ничем не дышите, вот это масло не противоречит всему, то есть оно, если попадет куда-то в краску, оно высохнет точно так же. Главное не писать выпукло и очень объемно. Итак, тень, полутень я проложил. Сейчас можно работать на высветление и заодно накормить объемом работу, объемом, накормить маслом текстурным. Вот. Итак, вот кисточку отмыли. Кисточка, вот в данном случае, у меня вот такая растрепанная, резаная, старенькая, ну, она специально порезанная, поуродована для такого необычного мазка. Вот. Ну, не об этом я как-нибудь расскажу, насколько важно иметь инструмент разных форм, как важно его модернизировать под себя. Вот сейчас, если нам нужно, можно в небо объема добавить. Вот то, что вы сейчас увидели, я взял чистое масло, чистое, чистое, вот это один к одному лен подсолнечник. Для светлых лучше его взять, для светлых красок. Коснулся краски, свежий, она сразу, вот это текстурное масло, сразу окрасилась, сразу подняло, то есть вот она окрашенная уже, подняло нижний цвет и окрашенная, ну, как бы создает объем, такой, как нам нужен, сколько нам нужно этого объема. Вот. Ну, наверное, небо я не буду очень уж поднимать объемом, может быть, облака, но немножко можно. Как вы знаете, живопись с объемом смотрится намного лучше, чем плоская такая, тоненькая, растянутая живопись. Очень редко, редкие исключения, когда такая, ну, совсем уж такая нежная живопись, очень тоненькая, смотрится. Масло на то и масло, что должен быть такой легкий барельеф в работе, выпуклости, чего сейчас я и добиваюсь, вот таким вот, небольшим на самом деле здесь, до миллиметра максимум. Вот так вот, в хаотичном порядке. Можно мастихином укладывать, но вы должны немножко знать такое правило, не правило, а вот такую особенность вот этого текстурного масла, оно очень блеск к чаю. Ну, если на нормальном грунте прокладывать, не тянущим, оно очень блеск дает, даже несмотря на то, что очень густое, здесь очень много диоксид и кремния, все равно оно очень блестит. Если укладывать мастихином и кистью рядышком, они будут отличаться по блеску. Кисть будет такой вот блеск, мазок давать, ну, классический, рыхлый, такой, с царапинками, а мастихин даст мазочек такой, прям как зеркало, кусочек зеркальца. Вот. На белых красках это не очень заметна, вот эта разница, такая текстурная разница, фактурная разница, разница в фактурах на теневых заметна, то есть вот буквально как стеклышки, а здесь такие мазочки. Вот попробовать, ну, можете я еще останавливаюсь, покажу это. Вот это вы должны знать, вот эту особенность, и, ну, стараться, наверное, чтобы с работой была органическая, органичная, что-то вот одним укладывать. Например, вот этот участок я только кистью буду трогать. Вот здесь, возможно, мастихин будет. Посмотрим. Вот, например, пару облака. Я беру отжатую кисть, можно ее помыть немножко, беру чистое масло, столько, сколько мне нужно, ну, вот видите, вот столько, достаточно много, касаюсь вот этой краски, вот она сразу же окрашивается и сразу же дает объем. За легкий галерейный оттенок, о котором я начал вам говорить в начале этого видео, я не переживаю, поскольку он здесь будет совершенно минимальным, именно на вот этом двойном масле один к одному, а если и будет, вот эту работу в теплых тонах абсолютно не испортит. К тому же, повторюсь, вот здесь уже белило поднялось, я вот специально несколько секунд надавил, смиксировал краску, то есть если окрасится масло чуть-чуть в коричневый, заметно не будет. Если бы я оставил чистый мазок, вот чистый мазок, вот он бы мог бы заметить, то вот сначала у меня, например, он не режет глаз, но спустя несколько месяцев он по высыханию дал бы возможный такой коричневый оттенок, и уже это было бы заметно. Вот вы это должны иметь в виду, что чистое масло вот таким способом, когда неокрашенное, когда мы взяли и окрасили его, вот здесь взяли объем какой-то, окрасили, вот уже в объеме, тут можно как угодно прокладывать, все нормально будет. Когда вы даете объем работы именно вот таким способом, когда чистое масло берете и куда-то прокладываете, здесь желательно миксировать немножко. Извините, что так подробно объясню, но я уже для совсем начинающих, чтобы у них в голове отложилось вот этот принцип, то что его немножко лучше смиксировать с нижней краской, чтобы это масло окрасилось чуть-чуть. Дальше помыли немножко, вот если нужно помыть. Потом я беру, например, теневые. Мне здесь уже все равно, будет здесь галерейный вот этот оттенок, заметно будет такой коричневизный. Я могу взять и льняное чистое масло, то есть текстурное масло на льне, и вот так вот, поднимая или особо не поднимая текстуры, фактуры, вот так вот протяпать немножко, дать объемчику теня. Если вы даете объем теням, то помните, свет должен быть немножко выигрывать по объему желательно, чтобы тени не лезли вперед, теневые. Можно вообще не поднимать, конечно же, тени, теням объем не обязательно давать. Так, по цветам. Но это еще не свет, это полутеневые. Тут можно немножко более текстурно пройтись. Вот это способ поднимания цвета. А сейчас я могу вспомнить, где я тут брал эту сосну. Вот сюда взять. Вот здесь у меня был набран свет сосны. Вот сюда взял большой процент, то есть большой процент масла, окрасил его, и теперь вот этот объем, как угодно, любым способом мы можем давать объем работе, по местам, там, где нам нужно. То есть вот это как бы второй вариант прокладывания текстурного масла на работу, поднятие объема. Она здесь тоже смешивается, вот как, наверное, видно, и с теневыми, и с красками вот этого неба. И все это очень нежно, понимаете? Вот смотрите, в чем плюс вот такого вот этого материала. Происходит как бы лессировка, поскольку это очень прозрачная краска, и в то же время объем. Очень нежный, очень такой вот объем полупрозрачный. Потом покрупнее немножко покажу. Регулируйте количество краски цветной в масле. То есть вот здесь уже желательно не плотными красками писать, прокладывать, а такими именно вот полупрозрачными, но не чистыми. Не чисто прозрачными, иначе это будет заметно, что это что-то прозрачное лежит. Вот, чем ближе к нам, тем больше объема можно давать. Вот, чтоб скорее было, можно и побольше что-то взять, щетинку какую-нибудь. Поскольку материал прозрачный, нежный, вот эти оттенки сами по себе получаются очень нежными. То, что я сейчас дорабатываю, вот оно поднимает, окрашивается, и вот эти окрашенные оттенки краски очень нежные, очень такие, не глухие, не кроющие. Ощущение, что работа вот сейчас идет вторым сеансом. Не сейчас ощущение, а когда, ну, по высыхании, будет впечатление, что работа писалась два сеанса с вессировкой. Вот сейчас так же идут практически неокрашенным маслом, он поднимает какие-то вот те окраски, которые лежали до этого ряда. Так, как видите. Вот у меня так хранится это масло. Как делать эти фунтики на моем бусте-канале? Вот это масло один к одному. Его не жалко, оно недорогое, материал недорогой, относительно недорогой. Точно так же, как мы поднимали вот здесь краску на полотне, точно так же можно поднимать краску на палитре, где-то заметили нужный цвет, сюда проложили и потом уже на работу. Вот сейчас мне нужно высветлять ее уже какими-то оттенками, более светлыми. Сейчас можно сделать с объемом фиолетовый диоксазин, хорошая очень краска, кроющая, насыщенная в отличие… и недорогая, вторая категория, всего лишь недорогая краска. В отличие от вот этих кобальтов, они очень дорогие, к тому же светлый кобальт у нас не очень светостойкий, две звезды. Ну, можно и их, они хорошо окрашиваются тем же маслом, то есть большая экономия, но они прозрачные, им трудно работать. А вот эта вот кроющая краска, вот она такого средней по температуре, средняя, ну, наверное, ближе к чернилам все-таки в холодную сторону, но капельку красного кроплака, и мы можем регулировать температуру в нужную нам сторону. Вот можно щеточками такими укладывать. Вот по поводу маслянистости, по поводу густоты краски. Вот она, смотрите, вот здесь полно этого масла, но она достаточно густое, и если нам нужно, можно разбавить чуть-чуть и поверху детали какие-то, не поднимая нижнюю краску. Вот я уже сколько касаний сделал, теневая, еще не поднялась краска, представляете? А это я еще и не разбавлял сильно краску. Просто, ну, такая вот белила без разбавителя. Если разбавить чем-нибудь более жидким разбавителем, тройником, то можно спокойно любые детали, прям как по-свежему, ну, вот я вам покажу для примера, вот беру, что угодно делаю, не поднимается нижняя краска. Вот почему важно делать все-таки погуще вот этот материал. Повторюсь, что примерно как белила, немножко гуще, чем белила. Белила у нас достаточно, у разных производителей достаточно густая краска. Так что это такой технический момент важный и приятнее работать, когда не так скользит все, а вот так вот все нормально. сопротивление чувствуется, особенно мягкими кистями, сопротивление краски чувствуется. Чем еще хорошо, вот когда делаешь… Вот я просто от… ну, не так вот случайно беру оттенки, но поскольку они полупрозрачные, вот здесь масло у меня какое-то было, здесь масло, они не ложатся жестко и не фальшивят как было бы так вот конкретно. А если бы я именно цвет набрал глухой, ну, то есть непрозрачный, который не подсвечивался бы нижней краской и не сразу спримешивались другие какие-то краски вот при каждом движении, это могло бы фальшивить и даже скорее всего бы фальшивило. Вот я, смотрите, вот беру какой-то цвет, вот взял, разбавил, и тут было масло текстурное, еще немножко добавил. Вот оно прозрачное, какое-то непонятное вот что-то вот такое. Я беру вот случайно в любое место и не фальшивит. Ну, может, немножко не подходит под это место, но вот понимаете, нет жесткой фальши. Такой вот, что вот когда ты работаешь глухими красками, тогда раз – не то, поправишь – опять не то. И так 20 раз, пока тебе не надоест, пока ты не подберешь этот цвет. Вот он нежный, прозрачный, поэтому не выбивается. Вот, если вам нужен вот здесь объем, вот так вот, едва окрашенная мягкой кистью дает приятный такой красивый мазок. Конечно, кому не жалко красок, можно и краской это сделать. Но у нас сегодня видео про использование текстурного масла. У вас, как у начинающих, если вы начинающий, у вас не будет чувства, что вам жалко краски. Здесь на самом деле немного краски. Тут половина из них, большая часть, останется, она и в коробочку пойдет, в холодильник, в морозилочку. Как это делать? Посмотрите на моем бусте, как хранить краску, как и в чем, какая есть оперативная палитра у меня интересная. Вот краска вязкая, приятная, даже очень мягкой кистью. Ты чувствуешь сопротивление, нет вот этой противной мыслионистости, если работать просто вот этими нашими российскими красками, которые через одно очень жидкие и не очень на тактильных ощущениях. Здесь вот мы можем сделать любую краску или любую смесь нужной нам приятной пластичности, которая сопротивляется немножко, не сразу плывет, которую ты не размываешь краску до основания, до грунта, там лежит какая-то краска, лежит цвет. Вот, взял краску на дальник, вот она, первое движение немножко смиксировал, второе уже хорошо смиксировал, третье у нас уже цвет окрашен, то есть здесь уже краска лежит нормально. Вот работа быстрая очень, прошло, наверное, минут 50. Очень помогает и к тому, что вот эти вот незакрашенные места, Марсом, который прошел, то есть не видно вот этих недоделок всяких. Более того, они нам все это собирают в один колорит. Вот, смотрите, вот место, вот здесь белило, то есть масло было густое. Я сверху сейчас беру кадмии вот эти, неразбавленные, они, ну, плюс-минус густые, но они немножко мягче, чем вот это масло, и поэтому я кладу, оно не тонет абсолютно сразу. Я могу детали делать, делаю, делаю, сколько угодно, сколько мне нужно. Нет вот этой сразу, краски, когда сразу они загрязняются, когда ты пишешь по краскам, равным по мягкости. Вот если бы у меня были набраны здесь просто краски вот эти вот, я бы сразу же в каждом движении брал бы нижнюю, поскольку вот эта краска, нижняя краска гуще, чем верхняя, происходит как раз таки вот, ну, это намного удобнее. То есть вот это напоминает чем-то второй сеанс по удобству. Вот, это очень важный, чрезвычайно важный момент в работе именно с таким материалом. Вот я взял какой-то активный цвет, какая-то бирюза с желтым, в теневый раз, два, три, и даже этот активный цвет, если он мягкий, хорошо лежит, не режет глаз, и к тому же каждое движение, ты можешь, кстати, регулировать, сильнее ударишь, поднимет цвет нижний, меньше давление, не очень будет поднимать. Вот, и поэтому такие то нежнее, то… Ну, в основном нежные оттенки, не режущие глаз получаются автоматически, на автомате. Вот здесь вот практически одно масло, чуть-чуть окрашенное. Он взял бирюзу, понизил ее на кроющую силу маслом и смело кладу куда мне нужно, несмотря на то, что это очень активный цвет, не режет глаз. Да, что важно, могу забыть сказать, это я в конце обычно делаю мастихином, прохожусь по укладку делаю, поскольку краски густые, масло густое, мастихином делать это приятно. Тоже знаете, наверное, насколько важно, когда краска густая. Когда она жиденькая, ну, мастихин, по сути, гоняет вот эту сметанку какую-то жидкую, а здесь есть сопротивление, это приятно, приятно мастихину, он дает обратную связь в руку, то есть чувствуется. И, ну, как бы, нет сразу смазывания красок, ты как бы с глиной работаешь, с объемом. Тоже это нужно почувствовать, это намного приятнее, чем тактильно приятнее и, ну, по сути, на результат влияет, когда ты работаешь с густой краской. Вот, ну, обычно я мастихином, если что-то делаю, я делаю ближе к окончанию. Смотрю на рефлексы в окно, смотрю, где прет краска, где она слишком, где ее нужно немножко удавить. Опять же, смотрю, чтобы была гармоничность в плане того, что мазок кисти не противоречил укладким и стихинам, это тоже важно, ну, чтобы какая-то стилистика была одна. Вот еще одно из преимуществ работы такими полупрозрачными красками. На сочленениях, на касаниях контрастных красок вот эти касания происходят очень мягко. Вот я, ну, по сути, коричневым в небо захожу, и это не режет глаз, будь это писано красками кроющими. Вот прям темным захожу, ну, условно голубой. И это не раздражает, не режет глаз, краска растворяется нежно. Вот тоже самое можно в обратном порядке. Цвет неба вспомнить, из чего я его там делал. Вот он, нежная краска в коричневый заходе, прекрасно, без резких, без резкого эффекта. Вот цвет неба вспомнил там, ну, примерно дырочек наделал, дырочки нежные, мягкие, не режут чувства зрителя. И ждать не нужно высыхания. Вот я прямо здесь, в данном случае, просто густым таким объемом делаю. Можно разбавить краску нежную, сделать жиденькую, а можно вот так вот объемом перебить, то есть густой краской. Да, поскольку много масла и на палитре уже, вот в эти замесы много вошло, между собой хорошо. Точно так же нежно мешаются оттенки. Вот видно или нет, нет жесткости, нет таких отдельных плямбочек краски цвета. Все вот так вот нежно перетирается, живописно. Вот не знаю, как объяснить, но это намного лучше, когда краской немножко, вот тоже когда-то вторым проходом проходишь, когда она не очень кровища, нежная. Нет вот этих жестких режущих моментов. Вот так вот. Вдальник точно так же практически пустая краска, просто чуть-чуть окрашена. Грязь, такая теплая грязь. Там нам особо насыщенности не нужны в дальнем плане. Грязь. 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 Диана. Грязь. Диана. очень удобная штука очень советую сам сделал не ожидал насколько вещь хорошая насколько удобно казалось бы маленькие мазочки не знаю как у вас у меня вечную проблему с горизонталями все вот такое даже вот для таких это не знаю что линии вести можно именно в таком просто вот такие просто горизонтали особенно сидя неудобно все вот такое вот больше там сантиметра двух я не знаю меня не получается несмотря на весь это несколько десятилетий опыт и моторику разработанную ну вот не очень удается так что переходите по ссылке векторному штабель называется для отрисовки любых линий на холсте незаменимая вещь здесь я выложу за счет объема смотрите можно например те же веточки по свежей краске чтобы они не сразу тонули в коричневую можно объемом вот здесь видите на краске много этого масла и она хорошо тянется и не сразу тонет то есть за счет объема много краски на кончике можно где-то мне разбавить или можно разбавить краску то есть более мягкую взять и будет тот же эффект по густой краске о чем я вам говорил вот она тянется разбавлено но не поднимает нижнюю нижнюю коричневую вот в этом есть удобство работы цвет не подходит удобство работы именно вот то что я вам сейчас показываю еще вот просто проход пустой кистью вот мохнатенькая вот такая оборонная кисточка по тем местам где уже есть это масло и краска тоже дополнительно дает нежные нежные такие переливы то есть миксирование очень нежное ну соединение оттенков очень нежное происходит на камеру возможно не берет но попробуйте поймете кисточку немножко вращаем всегда чуть-чуть вот так вот поиграем чтобы не было заштамповки которая видно вот эта палитра у нас уже такая беру отсюда сюда отсюда куда-нибудь вот сюда опять же соединяю там если мы начали ярко достаточно вот здесь есть местами очень яркие краски мы их заодно и успокоим и сделаем какие-то переклички цвета в разных местах вот так это абсолютно пустая кисть она берет и работает с той краской которая сейчас есть на холсте еще такой момент хотел сказать такой метод работы достаточно экономный как ни странно я конечно тут я красок не жалею меня их полно но вообще смотрите экономный в плане того не то что мы разбавляем вот смотри на палитре какая-то краска остается уже с маслом вот с этим она смешивается в такие рабочие оттенки ну вот это рабочий оттенок который у нас присутствует здесь и эта краска она полу разбавляет такая разбавленная немножко полупрозрачная и ей также вполне можно найти применение какое-то ну то есть вы поняли принципе я беру с палитры вот тут масло попалось какие-то краски замешиваю в одно целое фуза это называется у художников по-моему так и куда-то мы ее применим то есть можно расходовать полностью всю краску ты берешь какой-то цвет какой-то тебе нужен и берешь просто остатки вот какого-то поскольку краска нежная не кроющая вот эти вот остатки с маслом тебя все равно получается что-то родное что-то не очень кроющая которая все равно где-то ляжет то есть вот можно мастихином или краски или кистями подбирать что-то главное чтобы не очень кроющая попадалась вот где-то местами помним где у нас неразбавленная краска берем вот эти вот 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 взял отсюда тут объем есть какое-то масло мне нужно просто для объема взял вот в эту бирюзу смешалась она в какой-то цвет такой слабой укрыли кривистой силы и где-то вот оно легло прекрасно не резко не режет глаз не выпирает может быть не самый лучший пример то что сейчас но вот вы поняли то что краски нежные полупрозрачные именно вторым проходом по уже написанным теням очень органично все ложится итак это уже следующий день 24 часа примерно прошло тени высохли там где тонко темные места все высохли полутени немножко загустели света абсолютно такие же примерно такие же как и вчера это нам позволяет немножко растянуть полутень и свет на тени не затрагивая абсолютно тени не поднимая их без грязи то есть если нам нужно вот распылить вот так вот как-то прям как с палитры брать я кстати и палитру не набирают у меня 10 минут есть времени на эту работу вот взял свою такую оперативную палитру что это такое зачем и что это почему это такая хорошая вещь смотрите на бусте канале вот вот здесь схватилась уже это полутона как то есть полутени как бы как я считаю уже до схватились потому что здесь много земляной краски внизу земляная краска составе земляная краска несмотря на то что здесь достаточно прилично с приличный слой под по толщине ну где-то до миллиметра эта краска уже схватилась повторюсь зависит еще от вида краски фиолетовая краска не очень влияет на скорость коричневые ускоряют сушку кадмии также также нейтрально относятся на высыхание тоже не очень как я замечаю не заметил не очень быстро не очень не очень влияют на скорость высыхания то есть в это заметить можете самостоятельно по опыту то есть зависит от толщины от вида от составом собственно масло что это льняное масло их смесь один к одному с подсолнечником и плюс какой процент и какой краски присутствует в этой смеси и на каком холсте на какой поверхности все это сохнет и в какой в время года при какой температуре влажности при каком освещении все это надеюсь вы за это видео поняли как это все примерно работает то есть вот это сохнет быстро вот это немножко дольше света подсохнут через неделю в следующий понедельник все это будет у нас подсохшим и готовым даже к лакировке если мы лакируем не художественным таким стандартным классическим лаком а акрилово об этом есть видео акриловый лак очень хорошая вещь для лакировки она кстати не так блестеть будет как хотя вот сейчас хорошо хорошо вспомнил вот этот на хорошем грунте вот этот блеск вот я не знаю берет камера или нет берет наверное вот этот блеск он сохраняется то есть это масло но если грунт не тянет более-менее такой нормальный не тянущий вот этот блеск сохраняется абсолютно и то есть может даже не нужна лакировка никакая защита особая работе вот но я к тому что советую акриловый лак это очень хорошая вещь ждать не нужно вот так можно немножко вот тут по-хорошему вот здесь краски много она еще жидкая можно подождать через день вот она еще будет такая она в пластилин превратиться не в такой мягенький а вот такой густой густой пластилин его еще более качественно можно натянут на тени на тени то есть вот здесь я аккуратно это делаю стараюсь чтобы не не совсем размазать он еще мягковато мягковато вот это масло через день нам не мешает еще вернуться на пять минут к работе и еще что-то сделать с ней вот по сути пустой кисточкой все вот это поднимает то что живое немножко миксирует в еще более мягкие оттенки более деликатные то есть уходим от ненужной яркости если тут ярко вот я фиолетовый для меня ярко вот немножко вчера глаз была замыленная абсолютно немножко тут перьярчил вот как с палитры берем и деталики какие-то поправляем а Вот уже тут и небо подсохло, не поднимается именно из-за этой роли коричневого. То есть вот здесь уже все схватилось, краска белила. Представляете? Все на сегодня. Вот так это работает. Напомню, это очень важно, что диоксид кремния и аэросил не любой нужно брать, а именно тот, который нужно. То есть переходите на мой быстрый канал, там ссылки на нужную марку. Там когда-то у меня было две или три ссылки на разные предприятия, которые торговали именно нужной маркой, но осталась одна, один отписался продавец, что сейчас нет в наличии. На одном предприятии есть точно, там это у них позиция постоянная в продаже, есть доставка по Москве, самовывоз и также доставка транспортными компаниями. У нас ДЭК, ПЭК, что там у нас, какие еще транспортные компании. Причем малой фасовкой отправляют по 300 грамм. Это 5-литровое ведро. Вам хватит надолго. Так что переходите и берите именно то, что нужно, а не и экспериментируйте с разными марками, потому что, повторюсь, у кого-то это трескается, у кого-то это не сохнет, у кого-то даже пожелтело что-то, отписывались, потому что не ту марку использовали. Итак, прошла неделя, сегодня 1 января, понедельник. Всех, кстати, с Новым годом, солнечный день. Работа высохла, точнее, она покрыта пленкой, полностью везде покрыта пленочкой, может быть, не очень уверена, если слишком рукой провести, надавить и где-то снимется, но она уже вполне готова для покрытия, акриловым лаком. Акриловый лак легкий, он не растворяет пленку, то есть он вполне допустим. Как это делалось, у меня есть видео на YouTube, гляньте. И уже я к тому, что практически через неделю можно достаточно выпукло написанную работу, это 30 на 40, и мазки размером, выпуклой краски размером от миллиметра до трех, вот здесь вот есть, до трех миллиметров, наверное, они вполне себе такая, ну, можно считать, что объемная работа, она уже готова к экспонированию, ну, чуть ли не к продаже. По крайней мере, можно покрыть лаком и уже спокойненько отдать клиенту через неделю. Без всяких лаков, что не очень добавляет скорости с ушки, лак не очень как-то запаха много, а скорости он особо не… куда ты лезешь, Вася… скорости особо не дает. Вот. А… да, и без всяких секативов тоже не советую, вот такая работа еще потерпит секатив, коричневый оттенок, который дает секативы. Но, Вася, но все равно не советую, повторюсь, лучше секатив – это время, вот, рассчитывайте. Вот. Еще раз, да, вот, кстати, вот место здесь, самый толстый мазочек был, примерно 3 миллиметра, и пленочку я ему содрал. То есть, ну, примерно вот так, но здесь, как я уже сказал, здесь нет… вот тут уже высохло чуть ли не на следующий день, коричневая, это тоже очень прочная пленка, а здесь белило и какая-то что-то фиолетовое, те краски, которые не являются секативыми природными, то есть они не ускоряют высыхание краски. Имейте это в виду, вот это вот… ну, надеюсь, вы за время этого видео поняли вот эту разницу, то, что коричневые краски даже в небольшом количестве очень сильно ускоряют, вот облако это высохло через два дня, здесь примерно миллиметр или два краски. А вот эти вот, тут есть коричневые, здесь нет коричневого, а тут дольше. Еще раз с Новым годом всех, что-то хотел сказать, скажу в другой раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok